МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости за 21 февраля. Далее в студии Рустам Багизов. Доброе утро. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина выбрал Пермский край одну из пилотных площадок для проектов в образовании. В частности, нового технологического образования школьников и студентов. Об этом он заявил в телеканалу РБК Пермь. Кудрин стал главным спикером первого дня молодежного форума Пермского края. Он проходит в течение двух дней главные темы современной технологии для задач обучения, продвижения бренда в интернете и соцсетях, требования цифровой экономики будущим специалистам. Работа форума будет вестись по нескольким направлениям. Киберспорт, молодежные медиа, инновация и техническое творчество. С лекциями в фестивальном доме выступают федеральные эксперты, представители научных и некоммерческих организаций. В частности, Алексей Кудрин в своем докладе отметил, что для успешного развития как предприятия или бизнеса, так и территории страны необходимо взаимодействие специалистов разных сфер. Он оценил потенциал Пермского края к развитию в современных условиях. Соединение промышленного и интеллектуального потенциала в современных отраслях и создание новых таких отраслей, которые еще много предстоит сделать здесь, это важнейшее преимущество Пермского края. Ну и плюс, я хочу сказать, надо усиливать связи с ближайшими регионами, чтобы создавать синергию. Кроме того, как отметил Алексей Кудрин РБК, с региональной властью удалось обсудить городостроительную тематику, в том числе улучшение городской среды и развитие агломераций, которые дадут новый толчок развития региона. Объем вкладов физлиц Пермского края за прошедший год увеличился на 13,5 миллиардов рублей. Это следует из данных ЦБ по итогам 2017-го. По состоянию на 1 января объем депозитов физлиц достиг 318 миллиардов рублей. В сравнении с начала 2017-го года сумма увеличилась на 4,5%. Вклады в рублях насчитывают 277 миллиардов рублей. Динамика в этом случае также положительная, практически 8%. Совершенно другая картина с валютными вкладами. Они продолжают прошлогоднюю тенденцию. На этот раз сокращение достигло 6,5 миллиардов в пересчете на рубли. Аналитики отмечают, что ожидать ускорения роста в сегменте не приходится. Население наращивает также расходы. Снижение процентных ставок заставляет многих искать альтернативы вкладам фондовый рынок, ПИФы, страхование жизни и другое. По данным ЦБ, в конце января максимальная процентная ставка топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до очередного исторического минимума. Показатель составил чуть больше 7%. Аналитики добавляют, что за последний месяц средние ставки по рублевым вкладам продолжили снижение. Главные причины – это ключевая ставка и переизбыток ликвидности у самих банков, говорят эксперты. С учетом того, что ЦБ заявляло о дальнейшем о смягчении кредитной политики, ставки продолжат снижение. В ближайшие дни часть игроков рынка, которые еще не отреагировали на последнее решение регулятора, могут скорректировать свои ставки в нижнюю сторону. В среднем на четверть процента дают прогноз сами банкиры. ВТБ увеличил кредитный лимит Артелекому до 45 миллиардов рублей. Стороны подписали соглашение сроком на 7 лет. Согласно данным сервера раскрытия информации, размер сделки составляет 110% от стоимости активов самой компании, которые по итогам третьего квартала прошлого года оцениваются в 40 миллиардов 665 миллионов рублей. В самом холдинге отмечают, что расширение линии позволяет обеспечить финансирование стратегии роста компании. Она предполагает удвоение масштабов бизнеса в течение пяти лет, как за счет органического роста, так и сделок по поглощению других игроков рынка. Раневого компании в ВТБ был кредитный лимит в 27 миллиардов рублей, срок которого в мае 2017-го был пролонгирован до конца прошлого года. О том, что Артелеком и ВТБ договорились об увеличении кредитного лимита, стало известно еще летом прошлого года. В рамках Петербургского форума стороны подписали предварительные условия кредитной линии, предусматривающие увеличение объема финансирования как раз до 45 миллиардов рублей. Сегодня депутаты Гордумы намерены обсудить изменения в городской бюджет. Подробности в наших выпусках новостей. Пока же на этом все. Спасибо за выборы РБК и успешного вам дня. Доброе утро. Это программа «Медиаполе». В студии Юлия Якушева расскажу о самом интересном и актуальном информационной повестке на этот день. В череде объединительных процессов, массово охвативших муниципалитеты Прикамья, возникают инициативы, не согласованные как с краевой властью, так и в самих территориях, пишет коммерсант Прикамья. В частности, в рядах депутатов Гордумы Добрянки возник проект по преобразованию поселения в городской округ. При этом руководство Добрянского района узнало об этой инициативе и средств массовой информации. Не был проработан вопрос из администрации губернатора. Тем не менее, ряд экспертов все же видят у проекта шанс на реализацию. Лес незаконно валит по всей России, от Кавказа и Карелии до Бурятии и Приморья. Но все-таки основной ареал о питании черных лесорубов – таежные леса Сибирского федерального округа и приграничные с Китаем территории, пишет новая газета. По словам главы Министерства природных ресурсов Сергея Донского, только за 2016 год размер ущерба от их действий превысил 11 миллиардов рублей. По данным Федерального агентства по лесному хозяйству, около 74% от общего объема незаконно срубленной древесины приходится на Сибирский федеральный округ. Серьезные объемы незаконной рубки зафиксированы также в Вологодской области, Пермском крае и Сверловской области. Схемы, по которой работают классические черные лесорубы, достаточно проста. Бригада граждан с бензопилами выходит в лес, как правило, недалеко от дорог или населенных пунктов, валит деревья, проводит на месте первичную обработку, далее стволы попадают на лесозаготовительный пункт, откуда уже доставляются на ближайший полустанок, где нелегальная продукция грузится в эшелоны и в большинстве случаев движется в сторону государственной границы с Китаем, пишет издание. Как отмечают эксперты, деятельность черных лесорубов приводит не только к потере десятков миллиардов бюджетных рублей, но и угрожает национальному достоянию – озеру Байкал. Чтобы снизить стоимость квадратных метров, девелоперы в регионах экономят буквально на всем и возводят типовые проекты минувших лет, пишут ведомости. Региональные рынки недвижимости отстают от столичных примерно на 10-15 лет, но их развитие происходит по похожим схемам, считает руководитель управления стратегического маркетинга группы компаний «Инград» Анна Соколова. О ситуации в строительной отрасли при Камье пишут пермские телеграм-каналы. Так, соленые уши отмечают, что производственные мощности крупнейшего пермского застройщика ПЗСП перешли на четырехдневную рабочую неделю. Планируемые объемы строительства в текущем году по сравнению с прошлым сокращены в два раза. Телеграм-канал «Улбов» стало известно, что застройщики Перми практически в полном составе отправили коллективное обращение губернатору края с просьбой вмешаться в критическую ситуацию, которая, по их мнению, сложилась в отрасли строительства жилья. Отдельно в обращении подчеркивается, что на предприятиях строительного комплекса при Камье, по данным Краевого профсоюзного комитета, заняты более 100 тысяч человек. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире. Это программа «Бизнес-принцип». Меня зовут Юлия Хлобест. Здравствуйте. В Перми прошла научно-практическая конференция «Экономика и культура. Традиции и перспективы». Ее организаторами в рамках программы «Строгановая предпринимательство и культура» стали Пермская художественная галерея и Пермский филиал Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. То, что в эпоху глобализации взаимодействие разных сфер деятельности человека становится все теснее, это очевидно. Но, между тем, вопросов к этому взаимодействию остается пока достаточно много. Обсудим их сегодня с участником конференции, куратором Уральской индустриальной бейнале, город Екатеринбург, Дмитрием Безугловым. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ваше выступление вы начали с такого грустного тезиса, что скорее поделитесь своим грустным эмпирическим опытом. Вот с чем связана эта грусть? Ну, можно сказать, что это немного светлая грусть. Это грусть, связанная скорее с историей позиционирования проекта в местном сообществе и в диалоге с местными партнерами. Дело в том, что Уральская индустриальная бейнале как раз магнетизирует и привлекает партнеров тем, что она индустриальная. И, как правило, партнеры часто задают вопрос, в чем ваша индустриальность заключается. И самый рабочий ответ, который был все эти годы, и, к сожалению, он остается до сих пор самым убедительным, это то, что бейнале работает как инструмент трансформации пространства. Дайте нам неэксплуатируемое индустриальное пространство, мы сможем его переоборудовать, перезапустить и сделать его вновь живым. А потом этой жизнью как раз кто-то будет пользоваться далее. То есть, грубо говоря, искусство ревитализирует, потом оставляет это пространство, и уже приходит кто-то с более долгосрочным планом развития территории. Но грусть, я надеюсь, связана не с отсутствием денег, то, о чем, в общем-то, говорилось, в том числе и на конференции. Это предмет грусти всегда, то есть деньги всегда могут по-другому структурироваться, их может быть, наверное, больше, их может быть меньше. Но предмет грусти скорее схлапывание, наверное, публичной риторики проекта до вот этой опорной части, что мы можем перезапустить пространство. У этого есть еще одно развитие, то есть мы, наверное, единственная выставка современного искусства, по крайней мере, в Свердловской области или в УРФО, которая работает с действующими предприятиями. И индустриальность как раз здесь бьется на две части. С одной стороны, мы приходим в деиндустриализованные пространства, и как будто бы приносим туда новые индустрии в виде как раз современного искусства, в виде активности, которую мы там проводим. Но вторая история и как бы второе направление этой индустриальности – это создание совместных арт-объектов с действующими предприятиями Свердловской области. Что тоже плюс, тоже интересно, но больше акцент, к сожалению, почти всегда уходит на вот этот перезапуск. И, к сожалению, в данном случае я озвучиваю как просто один из участников проекта. И это, к сожалению, сопряжено с тем, что тем самым мы как будто бы подделываемся под риторику креативных индустрий, взятых широко. И, к сожалению, здесь также связано с тем, что креативной индустрии, на мой взгляд, не кажутся концепцией, которая так легко переносима на российскую почву. Просто в силу того, что креативные индустрии, какими они представляются в Великобритании, отличаются от того, что мы можем выявить в России. В чем для вас основные вопросы, которые, возможно, вы задавали себе перед началом вот этой дискуссионной площадки, возможно, во время ее, и на которые вы хотели бы ответить применительно к теме экономика культуры? — Часто, когда мы говорим о экономике культуры, и когда мы говорим о культуре как секторе, и оценке экономической активности, экономической деятельности этого сектора, мы проваливаемся в эти очень простые стереотипы о том, что культура либо дотационный сектор, и культура требует денег, и кому-то приходится отдавать деньги на культуру, хотя этого, может быть, не хотелось. И в то же время параллельно мы смотрим на связку, которая неразделимо идет культуры и искусства, должны ли мы их рассматривать в связке или нет, но часто мы это делаем, это тоже такой спорный момент. И вот третья позиция — это как раз культура, которой неохотно, но приходится давать деньги, потому что это же общественное благо, в то же время как будто бы дает новые модели для предпринимателей, для существующих старых секторов индустрии, потому что именно в области культуры мы учимся индивидуализации, развитию творческих навыков, получение новых ценностей, и через это как раз запускаем пресловутую инновативность и трансформацию реальности. То есть я правильно понимаю, что организаторы Уральской индустриальной биеннале, к которым вы относитесь и вы, живете немножко по тому принципу, немножко по второму, немножко по третьему принципу? Скорее мы обращаемся ко всем этим моделям одновременно, и они как раз были затронуты и на конференции, которая вот только-только прошла благодаря Пермской художественной галерее и Пермской вышке. Как бы мы говорили как раз о том, как эти направления между собой сочетаются, и почему они еще между собой сочетаются. То есть почему мы находимся в такой странной, немножко шизофреничной ситуации, когда мы одновременно выступаем просителями, производителями чего-то сверхнового, и как бы ты одновременно просишь деньги, чтобы тебе их давали, чтобы ты что-то производил. А как должно быть в идеале? Ну, идеал нет. И грустно так, вот опять светлая грусть возвращается, но идеальной ситуации нет. Есть только конкретные ситуации. И в конкретных ситуациях классно, мне кажется, не говорить об инновативности, потому что ее очень сложно всегда щупать. Точно так же сложно щупать и общественные блага. Но что можно, если не щупать, то, по крайней мере, прописывать, это пресловутые косвенные эффекты. Но косвенные эффекты тоже можно рассматривать интереснее, чем классическая модель. Человек приезжает на концерт. Ну, представим себе толпу людей, которые приезжают для того, чтобы отправиться на... чтобы послушать оркестр музыка Айтерна. Вот они приезжают, они заселяются в гостиницы, ходят на ужины, ходят на обеды и периодически ходят еще куда-то, где они тратят деньги. Это косвенный эффект, который более-менее легко схватываем. Но есть еще более интересные косвенные эффекты. Например, их исследует Центр исследования экономики и искусств в Университете Эразма Роттердамского в Роттердаме. И они исследуют как раз производство общественных благ. И они исследуют то, как крупные культурные события повышают солидарность между разными группами внутри города. И эта солидарность не в духе того, что товарищи сходятся и плечом к плечу радостно переживает фестиваль. А солидарность в плане того, что, грубо говоря, средний класс встречается с малоимущими группами. И они встречаются в условиях такого водопоя, где царит паритет. Все проводят досуг более-менее одинаково. И за счет этого у них выравнивается социальная готовность принимать друг друга. И знать, что они существуют в одном городском пространстве. Это звучит немножко, я думаю, конфетно-сахарно. Но это очень классная ценность. Вы сами говорили, идеала нет, но нарисовали некую идеальную картинку. Это более интересная картинка. То есть это можно сказать, что когда мы говорим об обедах, гостиницах и ужинах, мы говорим о коржах, а вот когда мы говорим о социальной солидарности, это уже какой-то крем у этого торта. Хочу вернуть вас к ситуации, которая внутри сферы культуры происходит. Вот и к первому дню конференции, когда начиналось все достаточно благодушно, но уже на, по-моему, второй части пленарного заседания градус обсуждения он достаточно серьезно повысился. И мне показалось, что прямо на конференции участники разделились на две противоборствующие стороны. С одной стороны, это ученые, музейщики, так скажем, культрегеры. С другой стороны, это представители бизнеса. Ну, в данном случае это были представители туристической сферы, которые, на мой взгляд, достаточно потребительское отношение к людям искусства и людям науки высказали. Вот увидели ли вы это противоречие и в чем его основа на самом деле? Да, вы отметили очень горячую дискуссию. Как раз конфликт, мне кажется, заключался в том, что представители туристического бизнеса рассматривают людей культуры как еще одних подрядчиков, еще одних поставщиков услуги в ряде других, с которыми туроператоры работают. Естественно, человек, занятый в музее, ему обидно, когда ему говорят, что дело в вашей жизни – это всего лишь еще одна из услуг. Дискуссия, которую вы отсылаете, она еще была посвящена разным этапам разработки вот этого туристического продукта и туристического маршрута, потому что туроператор здесь стоит действительно уже ближе к концу, и он стоит ближе к упаковке и маркетингу продукта. И он смотрит из позиции конца цепочки. Музей, скорее уже стадию с переупаковкой и маркетингом, не рассматривает так внимательно, потому что это не его зона компетенции. И я, как один из участников дискуссии, предлагал как раз такой промежуточный вариант введения третьей стороны, будь то сценарист, который может переупаковать экспертизу музея и нарративизировать ее, и потом отдать туроператору, либо этой третьей стороной может быть как раз кто-то, кто занимается упаковкой продукта, и он также сообщается больше с музеем, нежели с туроператором. И за счет своей внешности он еще может выступать пламя-гасителем для конфликтов, которые могут появляться с каждой из сторон. Уральская индустриальная биеннале – это экономически успешный проект? И можно ли его опыт тиражировать или, как говорят в бизнесе, масштабировать на другие площадки современного искусства? – Это два очень сложных вопроса. Первый, надо понять, ну, то есть здесь вопрос, скорее встречный вопрос, что есть экономическая успешность, потому что для нас… – Доход, прибыль. – У нас много людей, которые пришли по билетам, и это в этой плоскости хорошо. Безусловно, выхода в… даже не то, что в плюс. Выход в ноль сложно достижимый для такого проекта. Любое культурное событие может на какой-то длительный промежуток времени собрать людей вместе и за счет этого создать для них такое немножко вырезанное условие, вырезанное условие, в которых вы просто вместе находитесь и вместе общаетесь, и за счет этого вы становитесь ближе. Когда вы становитесь ближе, если условия позволяют, вы можете делать что-то дальше. Можно ли здесь же в этот же момент сделать экономический прогноз? – Нет. Можно рассчитывать на то, что это будет иметь эффект? – Да, можно. – И очень коротко, Дмитрий, такой, на первый взгляд, формальный, но очень важный вопрос. Что вы ждете вот от этой научно-практической конференции? – Это хороший вопрос. Я бы хотел… ну, я жду сборник. – Как минимум. – Как минимум. И хотелось бы познакомиться со всеми докладами и всеми докладчиками детальнее. – А в практическом смысле, в экономическом? – В практическом смысле я надеюсь, что все люди, которые как раз взаимодействовали друг с другом на конференции, просто будут консультировать друг друга во время их обычной работы. Потому что по итогам конференции, ну, не происходит обычно чудо, но происходит как раз завязывание контактов, и, грубо говоря, не знаю, если сотрудники галереи потом захотят обменяться опытом с нами, или мы будем помогать друг другу в диапазоне от составления договоров до консультации какой-то концептуальной, это уже успех конференции. – Спасибо, Дмитрий. Напомню, что гостем программы «Бизнес и принцип» был куратор Уральско-индустриальной биеннале, город Екатеринбург. Дмитрий Безуглов, меня зовут Юлия Хлобес. Оставайтесь на РБК. Как пройти путь от директора локомотивного депо до создания собственной компании? Или создать один из самых узнаваемых и дорогих брендов в мире? И кто такие люди-сканеры? Об этом прямо сейчас в программе «Культурный слой» на РБК Пермь. Меня зовут Александр Палкин. Доброе утро. Что отличает выдающегося руководителя от посредственного? По мнению Владимира Моженкова, автора книги «Ген. Директора», это набор 17 генов, принципов, которые должен вплести в свое ДНК каждый желающий добиться успеха и процветания. Каждый ген – не теоретическое ему заключение автора, а формулы, выведенные эмпирическим путем. Моженков – руководитель и основатель группы компаний, лучший управленец дилерской сети Ауди в Европе. Прошел путь от руководителя локомотивного депо в 80-е до директора собственной компании. Книга пронизана историями, концентрированный опыт со взлетами и падениями, правильными решениями и ошибками, который при этом структурирован и снабжен выводами. Остается только читать, проникаться и вплетать в свою ДНК. Книга гендиректора станет отличным дополнением другому бестселлеру для управленцев – книги «45 татуировок менеджера» Максима Батырева. И это еще одно доказательство тому, что в российской деловой литературе на смену авторам-теоретикам, бизнес-тренерам и прочим коучам приходят талантливые практики, которые сделали молниеносную карьеру и готовы делиться своим опытом. Это будет время трудных, но интересных задач. Человечество еще никогда не сталкивалось с такой скоростью перемен. Нет больше тихих гаваней и теплых местечек. Нет готовых рецептов и стандартных решений. Нет незаслуженного успеха и счастливых случайностей. Этот мир будет принадлежать талантливым и целеустремленным людям с геномом-созидателем и навыками позитивного менеджмента. И я рад, если эта книга поможет вам дополнить их ряды. Nike – один из самых узнаваемых и дорогих брендов в мире. Легендарный и одновременно загадочный основатель компании Фил Найт за 50 лет ее существования редко давал интервью и практически не выступал на публике. В книге «Продавец обуви» Филу удалось невозможное. Весь его колоссальный опыт, обилие отдельных историй и фактов выстроились в легкую, искреннюю, захватывающую и по-настоящему мотивирующую биографию компании. Редкий пример такого текста в жанре «История успеха». Слышали ли вы про людей-сканеров? Они с одинаковым интересом могут изучать теорию искусства и устройства электрочайника, разбираться в спорте и понимать в музыке. Сканеры хватаются буквально за все, что появляется на горизонте их внимания. Люди с бесконечным количеством интересов, увлечений и разноплановых идей. Но ценой такой ширины кругозора является их неспособность сосредоточиться на чем-то и довести выбранное до каких-либо значимых результатов. Я знаю, что мне стоит сконцентрироваться на чем-то одном, но на чем именно? Мне становится скучно, как только я понимаю, как что-то делается. Я не хочу выбирать карьеру, потому что боюсь, что выберу неправильно. Если вы узнали в этих утверждениях себя, вы сканер. Глотком свежего воздуха для вас может стать книга Барбары Шер «Отказываюсь выбирать». Вы поймете, что у вас многообразный разум — это дар, который нужно правильно использовать. Вы поймете, что не обязательно выбирать что-то одно. Научитесь сочетать разные интересы и доводить начатое до результатов. Читайте и становитесь лучше каждый день.